Витамин Представляем Витамин Интересно будет с ним Он не только для здоровья, но еще и для ума Поскорее собирайся, поспеши-ка детвора Будет весело, задорно, познавательно Ура! Всем привет! С вами самая лучшая передача Витамин И мы ее ведущие Тимофей и Соня В сегодняшнем выпуске вы увидите, почему детям нельзя пользоваться косметикой взрослых Как нестандартно можно применить лейкопластырь Как правильно бороться в греко-римской борьбе Что такое модельная походка Как сделать удобную канцелярскую подставку Оставайтесь с нами! Уверена, вам понравится! Дети в нашем возрасте жуткие непоседы И что же наши мамы используют, когда мы получаем ссадину или порез? Лейкопластырь А в нашей рубрике «Лови лайфхак» Арина покажет несколько вариантов нестандартного применения обычного лейкопластыря Смотрим! Привет! Наверняка вы использовали пластырь только в качестве заклеивания ран и мозолей Кстати, это приспособление было изобретено в 1845 году Эрлом Диксоном Способов применения пластыря гораздо больше, чем вы думаете Предлагаю ознакомиться с несколькими из них Нужно заизолировать провода? Лейкопластырь легко справится с этой задачей В отличии, например, от скотча, который плохо прилегает к проводам Розетки очень привлекают малышей, чтобы ребенок не засунул в нее отвертку, ножницы или пальчик В качестве временной заглушки можно использовать лейкопластырь Если часть занозы возвышается над поверхностью кожи, попробуйте ее удалить лейкопластырем Заноза должна остаться на липкой поверхности Липкие ролики для очистки одежды есть практически у каждого, но обычно в самый неподходящий момент они заканчиваются В этом случае на помощь придет лейкопластырь Приклеиваем его липкой стороной к одежде и он очистит шерсть, катышки или какие-то соринки Французский маникюр – это один из самых простых способов придать ногтям ухоженный и элегантный вид Если под рукой нет специальных трафаретов, то можно воспользоваться лейкопластырем Вы удивлены, ведь наверняка даже не задумывались о таком применении лейкопластыря Спешу вас удивить, этих способов гораздо больше А именно поэтому обязательно смотрите мою рубрику, ведь я знаю как упростить вам жизнь С вами была Арина, пока-пока Соня, хочу сделать тебе комплимент, ты сегодня классно выглядишь Спасибо, я сегодня отлично выспалась, но вот только иногда хочется взять мамину яркую помаду и накрасить губы А ты знала, что детям нельзя пользоваться взрослой косметикой? Нет, а почему? А об этом расскажет доктор Витаминкина в рубрике «Просто о здоровье» Внимание на экран! Добрый день, с вами рубрика «Просто о здоровье» И я, ее ведущая доктор Витаминкин Можно ли детям пользоваться косметикой для взрослых? Почти все девочки в детстве пробуют красить губы маминой помадой Надевать туфли на каблуке Пользоваться тенями и румяными Можно ли детям пользоваться косметикой для взрослых? Предлагаю сегодня об этом поговорить Детская нежная кожа намного тоньше, чем взрослая Так как в ней еще не отлажены естественные механизмы защиты Кожа малыша будет отдыхаться под плеткой из нефтепродуктов К которым относятся минеральное масло, парфин, вазелин На эти декреты содержат большинство кремов и масел для детей Парфин ложится на кожу тонкой непроницаемой плеткой И не дает ей дышать Появляется прониковый эффект Который может быть причиной высыпания и покрестения кожи Так во сколько же лет нам, маленьким модницам, можно делать макияж? Этот вопрос беспокоит не только нас, детей Но и взрослых Певица глюкоза накрасила своей 10-летней дочке губу помадой Подписчикам такой макияж показался слишком взрослым И фолловеры провели опросы Выяснив, с какого возраста нам, маленьким модницам, можно делать макияж Почти половина аудитории посчитала, что макияж можно делать только в старших классах И еще 30% уверены, что сначала надо закончить школу, а потом уже думать о косметике И только 15% уверены, что макияж можно делать в 13 лет Эксперты тоже разделились во мнении Визажи стилист Мария Шишкина не рекомендуют использовать декоративную косметику до 12 лет А если ваш ребенок проявляет интерес к вашей косметичке, то купите ему детскую косметику Надеюсь, я смогла ответить взрослым и их маленьким модницам Почему не стоит пользоваться взрослой косметикой? А если у вас возникли вопросы ко мне, задавайте их в мою группу ВКонтакте Адрес вы видите на ваших экранах А с вами была я, доктор Витаминкина Будьте здоровы, пока-пока, до новых встреч! Когда я вырасту, хочу стать известной моделью Мои фото будут на обложках журналов Меня будут звать сниматься в кино, а я буду ходить по подиуму Соня, а ты уже умеешь красиво позировать для фотографий? Ходить по подиуму? Ты уже готова сниматься в кино? Серьезно? Ну, наверное, нет Тогда учиться ты можешь с красивой модельной походки, о которой мы узнаем в рубрике «Хочу попробовать» Привет всем! Мне давно было интересно, что же такое дефиле и сложно ли научиться красиво ходить? Здравствуйте! А чем модельная походка отличается от обычной? Привет! На самом деле модельная походка от обычной отличается очень многим В первую очередь это высоко поднятый подбородок Глазки смотрят всегда вперед Плечики сведены сзади в лопатках Ровная осанка И самое главное Это красивая и непринужденная улыбка Давай-ка мы с тобой перейдем от слов к действиям Согласна? Сегодня в качестве разминки мы с тобой используем книги Как ты думаешь, что мы сегодня будем с ними делать? Я не знаю, может быть читать? Нет, Даш, мы будем использовать их в качестве тренажера Сейчас мы с тобой поставим книжечку на голову Поднимем подбородок повыше Отпустим ручки на пояс Повернемся по кругу Становимся на носочки Ручки ставим на пояс И будем идти красиво, медленно на носочках по кругу Поехали! Поставим ножку левую на точечку И пойдем с левой ножки вперед Раз Два Три Четыре Пять Стоп Мне кажется, я уже научилась красиво ходить Нет, Дашенька, это было только начало Сейчас мы переходим к самому интересному Это модельные позы, фотопозирование и настоящее дефиле, которому ты мечтала научиться в самом начале А сейчас мы с тобой перейдем к изучению основных модельных фотопоз Они нам пригодятся на профессиональной фотосессии Приготовим ножку и поставим ручки на коленки Повернем головку в сторону Повернемся вперед и поднимем ручку Отступим ножкой в сторонку и поставим ручку рядом со второй А теперь я тебе предлагаю перейти к самому интересному Это дефиле Если поставить себе цель, то красивую походку выработать не сложно Даже дома Главное тренироваться Ну а с вами была Даша, пока-пока Соня, ты любишь рисовать? Люблю и рисовать, и раскрашивать Но вот только собирать аккуратно карандаши, ручки, стерки и фломастеры не люблю Это потому, что у тебя подставки нет И именно о том, как сделать удобную канцелярскую подставку мы увидим в рубрике «Сундук сокровищ» Смотри Привет Подставки для карандашей и ручек отлично помогают организовать письменный стол Привести его в порядок Но иногда трудно найти тот органайзер, который идеально вам подойдет К счастью, такую подставку легко можно сделать из подручных материалов Нам понадобятся Цветная бумага Плотный картон Карандаш Термоклей Ножницы и линейка Из плотного картона вырезаем детали разного размера 10х8 см, 10х6 см и 10х4 см И две детали Одна сторона 8 см, другая 6 см и ширина 4 см Все детали обклеиваем цветной бумагой Можно это сделать только с одной стороны Склеиваем детали между собой цветной частью вовнутрь Оформляем переднюю часть подставки в виде котика Такой органайзер можно использовать не только для канцелярии, но и в качестве подставки для мобильного А с вами была Майя, пока-пока Соня, скажи, пожалуйста, тебя когда-нибудь обижали хулиганы? Знаешь, пытались, но мой друг защитил меня, он занимается борьбой Вот как раз про таких смелых и сильных детей мы узнаем из рубрики «Спорт детки» Внимание на экран! Всем привет! Меня зовут Елисей, я занимаюсь греко-римской борьбой уже 5 лет Меня привел сюда брат На первых же соревнованиях я заняла 3-3 место На вторых у меня получилось первое С самого начала у нас идет разминка, после разминки мы качаем шею, потом отработка После отработки мы тщательно разминаемся и приступаем к борьбе Тут не только кого именно заборит, тут кто кого обманет Я, например, показал один прием, а сделал другой И так может получиться, и ты можешь обмануть и выиграть Ребенок только начинающий, конечно, спортсмен Еще он, в принципе, маленький, но уже подающий надежды У нас очень много братов Мы можем вертушку делать, мы можем кочережку делать Только за руку То есть я подворачиваюсь отсюда, я падаю, мальчик летит Так же самое отсюда делаем кочережку На коленочке падаем отсюда Немножко видно, да? Ну и остальные броски там очень много За корпус, так же самое за пояс Мальчика выбиваем и мы бросаем через грудь У нас чистая борьба Выше пояса Поэтому очень много, как говорится, приемов Но мы показали такие самые необходимые Друзья, на сегодня это все Надеемся, вы узнали много интересной и полезной информации Если это так, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии в нашей группе ВКонтакте Или на сайте телеканала Ну а на сегодня мы прощаемся С вами были Тимофей Соня И передача Витамин Пока Идем мороженое есть Субтитры подогнал «Симон»